Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать об очень классном проекте. У проекта будет игра, он называется Uliverse. Что такое Uliverse? Uliverse это приложение Seek2Earth, что в переводе обозначает ищи и зарабатывай. Игрокам предстоит оказаться в альтернативной реальности на карте своего города, в которой разбросаны Терри и точки опыта. Терри это объекты имеющие важное значение в мире Uliverse. Все эти точки будут находиться, сейчас тут покажу примерно, дальше я вам покажу как приложение это будет выглядеть. Уже был закрытый бета-тест. Вот смотрите, вот например карта города будет ваша отображаться в приложении и здесь вот будут такие точки разные, где точки будут очень близко к вам, то есть вам не придется идти там 5 километров, чтобы найти эту точку. Она будет там или в вашем дворе или на соседней улице, то есть прям далеко вам идти не придется. Вот этот процесс будет называться, когда вы будете подходить к Террию, это процесс называется очищение Терри, то есть очищая Терри мы сможем зарабатывать. Очищение Терри похоже на поиски сокровищ в реальности. Требуется передвигаться на карте, находить вот эту Терри и очищать ее. Во время очищения Терри будут расходоваться параметры щит и здравомыслие, то есть у вашего персонажа будут эти параметры. Если здравомыслие ниже определенного уровня, это повлияет на доход от очищения Терри. То есть вы должны постоянно поддерживать вот эти параметры на высшем уровне, то есть прокачиваться. Потому что если вы не будете следить за этим и у вас данные параметры уйдут к нулю, то вы не сможете даже очистить данную Терри, ну соответственно заработать. Во время очищения Терри вашему персонажу потребуются навыки, чтобы бросить кости. То есть вы вот подойдете к Терри, вы будете там бросать кости. Дальше покажу, как это все выглядит в приложении. Очищая точки Терри, вы будете зарабатывать токены ART, OPT XP и разные бонусные предметы в зависимости от текущих событий в игре. Токен ART это токен, используемый для улучшения персонажей, покупки предметов, модернизации чипов и других игровых механик. Да, кстати, получается у вашего персонажа можно будет еще внедрять чипы. Игроки могут вживать чипы улучшения, чтобы повысить производительность своего персонажа в миссиях и получить больше доход. Будет существовать 4 слота для внедрения чипов. Это будет расположено в голове, сердце, руках и ногах. Слоты будут открываться постепенно по достижению 20 уровня, 30, 40 уровня и 50. То есть сначала откроется один, потом второй слот, потом третий, четвертый. Чем выше уровень у вас будет набиваться. Так, идем дальше. В игре будет 5 фракций, каждая из которых соответствует своей стихии и внешнему виду. Каждый день внутри игры одна из фракций может получить бонус, например, получение на 20% больше наград при очистке теры. Мир игры будет переполнен историями и важными событиями. Также у них очень крутая задумка, что вы сможете находить там новых друзей. Например, помимо одиночной игры, в игре будет совместная игра, где вы сможете знакомиться с новыми участниками мира Юливерсал. Вы можете увидеть их на карте и столкнуться на улице и увидеться в заведении, убежище на карте. То есть смотрите, получается у вас есть точка, да, и если будет много игроков играть и там будет кто-то рядом с вами жить, они тоже могут прийти к этой точке. Также будет приложение чат, где вы сможете общаться. Ну, соответственно, можете, конечно, и не знакомиться, да, но это прикольно, совершенно новый опыт для Web 3.0. В будущем проект Юливерсал даст возможность владельцам офлайн-заведений рекламировать их в мире Юливерсал. То есть смотрите, вы будете двигаться по карте, да, и тут будет заведение, ну, то бишь, у вас будет и в реале там это заведение, ну, и получается в виртуальном мире вот данное, данного приложения. Вы будете видеть там рекламный баннер, например, или какая-то кафешка. Это тоже прикольно. В таких местах игроки смогут получать не только внутри, игровые бонусы, ну, и возможность некие подарки от владельцев заведений. То есть таким образом люди будут привлекать к себе в заведение новых клиентов. Соответственно, эта механика открывает много дверей между офлайн и онлайн миром Юливерсал. Любая кофейня станет пристанищем для получения дополнительного опыта или наград эксклюзивных подарков, а может даже NFT. Об этом создатели смогут рассказать больше в следующем году, когда уже начнется интеграция. Ну, как по мне, это очень интересная задумка. В настоящее время приложение прошло уже два этапа тестирования, в котором смогли принять участие самые ранние участники Дискорда, которые достигли высокого ранга. Я, к сожалению, не попала в данную тестнет, но ничего страшного. В ноябре они обещают запустить открытое тестирование, где все смогут потестировать данное приложение, узнать историю персонажа Юливерсал. О том, какие механизмы будут тестироваться в ноябре, мы узнаем позже. Ну, и немножко по экономике игры. Разработчики делают большую ставку на взаимодействие с реальным миром и офлайн точками, то есть то, что будет внедряться. Получается, это круто, потому что, чтобы закупить рекламу в приложении, реклама будет продаваться за токены проекта. То есть, получается, будут выкупаться токены. Это очень круто. Состоянно мы будем зарабатывать и сливать, да? Будут токены выкупаться с маркета на рекламу. Плюс еще будет уходить на прокачку персонажей, чтобы пополнять энергию, улучшать их и на покупку всяких разных предметов для наших персонажей. Каждая механика потребует от вас не только использование основного токена ARK, но и токена управления ARK. То есть, у приложения будет два токена. ARK является наивысшим наградом в мире Юливерсал. Более подробное сжигание двух токенов можно почитать в техническом документе. Я ссылку оставлю в описании. Можете тоже почитать там еще более подробно, да, по всяким процессам, механизмам данных токенов. Ну и вообще по проекту тоже можете почитать технические документы и более углубленно разобраться самостоятельно. Также по дорожной карте путь Юливерсал начинается аж 2019 года, когда только зарождалась идея создать игру с арт-технологиями и живыми историями. В настоящий момент разработчики следуют установленному плану. У них прописан в техническом документе, тоже можете это все почитать. Там подробно расписаны все этапы, которые уже закрыты и на будущее тоже все прописано. Можете посмотреть. Впереди нас ждет очень много интересного. Ну и сейчас мы вот немножко посмотрим на сайте тут. Такие вот прикольно у них на самом деле отрисовка сайта, мне нравится. Вот тут сейчас посмотрим персонажики их. Тоже будет пять персонажиков. Вот тут написано, существует пять различных элементов Юли, которые являются ветром, скалой, ледяным, огнем и гробом. Вот такие персонажики. У них прикольные тоже. Ну мне нравится, отрисовка интересная. Также на сайте есть дорожная карта, можете на сайте посмотреть. Ну если более подробно прям хотите внедриться в проект, то лучше почитать технический документ. Также тут потокеномики. Вот их команда здесь есть. Тоже можете по команде почитать. Партнеры вот их. Ну и в принципе все. Сейчас я вам покажу немножко по приложению, как выглядит там приложение игра. И на этом все в принципе. Вот в принципе приложение. Вот на карте у вас получаются всякие точки. Вы к ним подходите, нажимаете на данную точку и у вас получается открывается. Вот сейчас прогрузка идет. Потом вы тут нажимаете старт. Получается у вас кости бросаются и выпадает какое-то рандомное значение. Вроде как кости тоже будет, почему-то не бросил. Будет получается зависеть выпадение костей. Там чем выше, чем выше ваш уровень, тем больше значение. Или по-моему, чем лучше ваш персонаж по раноси, тем выше будет значение вот этих номерков на костях. Вот выпадают кости. Ну и соответственно происходит процесс очищения терр. И дальше у вас выпадает XP. И тут же также будет выпадать вам токены. Вот здесь получается даже может вам выпадать какие-то боксы. Но данный бокс мы вообще будем покупать на маркете. Внутри приложения будет маркет. Получается мы сможем покупать там и продавать. Ну в принципе вот так будет процесс происходить. Вы будете ходить по карте, подходить к этой серии. Ну и прикольно, если будет задание там, например, в кафешке какой-то вы сможете там получить и на птишку. Это тоже интересно. Как по мне, очень так интересно приложение выглядит и персонажики у них такие. Ну мне нравится задумка их. Да и кстати у них получается, сейчас еще расскажу, у них получается есть клим и сейчас у них в дискорде проходит розыгрыш. И тоже сейчас о них расскажу. Смотрите, получается у них проходит розыгрыш 30 боксов, где в данных боксах будут персонажи. Вы сможете, вы можете принять участие в климе. Вам здесь нужно будет подписаться на дискорд канала, на твиттер канал, а также там под постом сделать ретвит, тегнуть трех друзей и еще сделать ретвитерного поста. Вот смотрите по заданиям, что можете поучаствовать тоже. Да, тут нет кошелька и у вас возникнет вопрос, если я выиграю, как я получу бонус, ну точнее бокс. Смотрите, вы, если вы играете, вам выдадут роль в дискорде и получается вы потом подаете заявку, поэтому обязательно нужно подписаться на дискорд. Вы подаете заявку и уже там подкрепят, точнее вы получаете роль, у вас там высветится окошко, где вы сможете подкрепить свой кошелек и все. Законетите кошелек и соответственно вам упадет этот бокс. И еще момент в дискорде будет ежедневно разыгрываться в мистери бокс. Чтобы принять участие в этом розыгрыше, вам нужно будет получить роль Юбис, а после этого ежедневно принять участие в розыгрыше на роль Элит Кипер. Гарантирует получение на данного бокса. Как получить роль Юбис? Вы должны достигнуть 5-го уровня, общаясь. 5-го уровня можно достигнуть, общаясь в дискорде и пригласить трех друзей на сервис. После того, как вы выполните данные условия, вам нужно будет создать тикет, модератор все проверить и выдаст вам роль. Потом, когда вы получите данную роль, вы соответственно сможете участвовать в данных розыгрыш. Смотрите, если соберется 50 новичков, они уже будут начинать розыгрыш. Чем больше будет новичков с ролью Юбис, тем больше будет разыгрываться боксов. Там если вот 50 человек будет, то будет 3 бокса в день разыгрываться. Ну, в принципе, шансы очень даже хорошие. Если будет 100, то будет 5 боксов. И чем выше там получается, тем больше боксов будет разыгрываться. Но у меня есть очень крутая новость. Вам не нужно будет приглашать, там набивать 5 уровень, приглашать трех друзей. У меня есть возможность разыграть 5 ролей, данных ролей Юбис. Вы сможете выиграть данную роль и получается принимать участие ежедневно в данных розыгрышах. То есть вам не нужно набивать 5 уровень, приглашать друзей. Вы сразу сможете уже принимать участие в данной розыгрыше. Будет разыгрываться 5 ролей Юбис. Условия такие. Вам нужно подписаться на мой YouTube канал, подписаться на мой Telegram канал. Ссылка будет в описании. Под этим видео нужно будет написать комментарий. Какой-нибудь такой развернутый комментарий. Может, какими-то вопросами по данному проекту можете написать. И оставить свой ник Telegram. Обязательно оставьте свой ник Telegram. Оставляйте не с собачкой, потому что, как оказалось, возможно, YouTube удаляет. Не все, но, возможно, он удаляет данные комментарии, если вы через собачку ник оставите. Поэтому ник Telegram оставляйте без собачки. И обязательное условие подписаться на Discord проекта. Ссылка тоже будет в описании на Discord. И в дальнейшем, если вы выиграете, я свяжусь с вами в Telegram. Обязательно подписка на YouTube, подписка на мой Telegram канал и подписка на Discord данного проекта. И комментарий, соответственно, с ником своего Telegram. Всем желаю удачи! Всем пока!